Учебный год почти завершен. На носу летние каникулы. Организация отдыха детей – вопрос для родителей непростой. Но тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, многодетным детям участников спецоперации и ребятам с ОВЗ, найти на него ответ проще. На эти цели из бюджетов региона и округа суммарно выделено более 38 миллионов рублей. Наша компания должна охватить не менее 60 процентов детей в округе. Это порядка 32 тысяч ребят. На территории нашего муниципалитета расположено шесть оздоровительных лагерей. Также мы в 30 школах развернем лагеря с дневным пребыванием. Около 60 процентов. Цифра примерная. На практике она больше на 10-15 процентов. Заявление на получение бесплатной путевки можно подать на региональном портале госуслуг. На сегодняшний момент уже на портале госуслуг подано 621 заявка. Из них 14 заявок на детей из семьи участников СВО. Чтобы отдохнуть, не обязательно уезжать далеко от дома. В 36 школах округа будут работать лагеря с дневным пребыванием. Планируется, что в них побывают свыше двух тысяч детей от семи до двенадцати лет. А те, кто постарше и хочет не только расслабиться, но и заработать, могут устроиться в трудовую бригаду. Оплата труда несовершеннолетнего составляет 7580 рублей, где 5305 рублей – это заработная плата за вычетом налогов. И 1500 и 4000 – это материальная помощь. Еще 2000 рублей – это материальная помощь от центра занятости. Но чтобы трудоустроиться, подростку нужно зарегистрироваться на портале «Работа России». И тут, скорее всего, ему потребуется помощь родителей. Готовятся к открытию лагеря в Одинцовском округе. Их всего шесть. Предпроверку они уже прошли. В первую очередь проверялись организации пропускного режима, целостность периметрового ограждения, укомплектованность постов охраны, пожарная безопасность, работоспособность, система ПС, стрельца мониторинга. Наличие инструкции, и обучение персонала действиям в случае чрезвычайной ситуации, в том числе при обнаружении беспилотника или при нападении на объект. С этого года проверяющие уделяют этому особое внимание. Проверка лагерей в округе запланирована на 21 мая. По ее итогам будет составлен акт готовности.